Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня мы продолжаем наши беседы по книге «Откровение на Богослово» на портале «Экзегет». И сегодня мы будем читать 20-ю главу этой книги. И первая часть, которую мы прочитаем, это с первого по третий стих. Я рекомендую нашим друзьям, которые смотрят и слушают этот материал, следить за беседой по тексту. Это очень важно. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона-змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, до корень окончится тысяча лет, после же сего ему должно быть освобожденным на малое время». По истолкованию Андрея Кесарийского, Блаженного Августина и других многих святых отцов, ангел, сходящий с неба, — это Христос. Почему он называется ангелом? Потому что ангел, это слово означает вестник, посланник, а Христос приходит в этот мир по воле Отца Небесного. Конечно, во Христе мы исповедуем истинного Бога и истинного человека, но вот эта миссия его первого пришествия заключалась в том, чтобы большую цепью евангельского благовествования своими муками и страданиями на кресте связать дракона-змея древнего, который есть дьявол и сатана, и заключить его в преисподнюю на тысяча лет. И освобожденным ему предстоит быть только на малое время это царствование Антихриста три с половиной года. Но когда же началось это тысячелетие? И когда же произошло это пленение дьявола и сатаны, змеи древнего? Это произошло на кресте. Когда Сын Божий произносит слова «Свершилось, свершилась победа над властью греха, над дьяволом и страхом смерти». Если мы вспоминаем евангельские события, то мы видим, что силы зла все делали для того, чтобы Христос был именно распят. Именно дьявол вдохновлял толпу кричать «Распни, распни, распни его!» обращаясь к Понтию Пилату. Именно дьявол настраивал книжников и пиросвященников искать смерти для Христа Иисуса. Но когда Христос повис на кресте, дьявол, который очень чуток к человеческим грехам, который образно, можно сказать, питается человеческими грехами, вдруг он ощутил, что грехи всего мира собираются на кресте. Ибо Христос, будучи Бога-человеком, а так как божество не ограничено ни временем, ни пространством, он взял на себя грехи всех людей, начиная от первого человека, Адама, до дней земной жизни Христа, грехи всех людей, которые жили после его вознесения на небо, до наших дней, и он взял на себя грехи всех людей, которые еще не родились, родятся и будут грешить, если только Бог продолжит существование мира. И дьявол не мог этого не ощутить. И дьявол понял, что Христос выступает здесь, как жертва за грехи и преступления всего мира. И в ужасе дьявол начинает кричать через тех же самых еврейских представителей религиозного эстаблишмента «Сойди, сойди с креста!» И даже благовидный предлог «И мы уверуем в тебя». Но Сын Божий совершает полное пленение власти дьявола и зла, и заключает его в бездну и в преисподнюю на тысячу лет. И наступает царство благодати, царство Христа, и вот это символическое тысячелетие, оно продолжается до нашего времени, и оно будет продолжаться до времени, когда период апостасии сменяется воцарением Антихриста, и тогда дьявол выйдет на свободу во всей своей ярости, злобе и дышащий желанием опять завладеть родом человеческим. И далее мы читаем о престолах для сохранивших неизменным Христово исповедание. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет». Дело в том, что Антихрист присутствует в этом мире самых древних времен. Как Иоанн Богослов писал, придет Антихрист, то есть последний Антихрист, и сейчас много Антихристов, и всякий дух, не верующий в Иисуса Христа, как в Сына Божия, неисповедующего в его плоти Господа, пришедшего к нам, есть дух Антихриста. И вот эти Антихристы, Нероны, Домицианы и им подобное, они умершвляли верующих за верность Христу Спасителю. И Андрей Кисарийский пишет, «Еще апостолам были даны престолы учительские, с которых они просветили народы, и в будущем веке они будут даны им по обетованию для суда над отвергшими проповедь Евангелия». Почему так? Потому что мы проповедуем как бы в двух измерениях. Одним мы проповедуем во спасение, человек слышит проповедь Евангелия, библейское благоествование, и становится верующим. Другим мы проповедуем во свидетельство. Ты сам слышал и видел, и сам не принял. Поэтому проповедующий будет являться свидетелем обращения человека ко Христу, испытает радость вхождения этого человека в рай и также будет свидетелем погибели тех людей, которые отвергли Слово Божие, которые он нес, совершая свой церковный евангельский апостолат. И мы читаем далее пятый и шестой стих. «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысячи лет». Это первое воскресенье. Что такое первое воскресенье? Первое воскресенье – это когда в этой жизни неверующий становится верующим, когда в этой жизни язычник становится христианином, а еретик становится православным. Поэтому далее сказано. Блаженный свят, имеющий участие в воскресенье первым, то есть тот, кто до момента физической смерти обратился к Богу, над ним смерть вторая не имеет власти. Что значит смерть вторая? Первая смерть – это физическая смерть, когда мы умираем физически. Вторая смерть – это когда будут произнесены слова Христа «Идите, проклятые, в огонь вечный, уготованные дьяволу и ангелам его». То есть тот, кто в этой жизни пережил первое воскресенье и стал христианином, он не услышит этих слов, ибо над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним тысячу лет. То есть мы царствуем здесь на земле, ибо народ Божий, как пишут святые апостолы, это царственное священство. И мы принимаем участие в мессианском пире за каждой божественной литургией, вкушая тело и кровь Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Но когда наступят тяжелые времена, даже тогда, в дни Антихриста, причастие будет продолжаться. Ибо Христос сказал «Се творите в мое воспоминание, пока не приду, но вера придет в великое умоление, по слову Христа, придя на землю, обрящивая веру на земле». Далее говорится о Гоге и Магоге. Когда же окончатся тысячи лет, то есть царство Христа, царство благодати, это время, в котором мы сейчас живем, есть доступ к таинствам церкви, есть доступ к писаниям отцов, есть трехчинные священства, епископат, пресвятырят, деканат, это действительно царство. Когда же окончатся тысячи лет, этому будет предшествовать период апостасии, отступления от веры, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, «Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской». Находящийся на четырех углах земли имеется в виду, что каждое племя, каждый народ, каждый язык испытает враждебность дьявола, освобожденного на малое время из преисподней, который вместе с Гогом и Магогой двинется войною на святых. Кто такой Гог и Магог? Блаженный Иероним Стридонский пишет, «Гог и Магог – это скифия, это скифы. Они объединят народы Востока и двинутся к границам святой земли». И мы читаем, «И вышли на широту земли, и окружили стан святых, и город возлюбленный, то есть Иерусалим. «И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их, а дьявол, прелестивший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк и будут мучиться день и ночь во веки веков». У великих пророков более подробно рассказывается история Гога и Магога, и там все немножко не совсем однозначно. Если будет время, мы специально можем провести беседы по великим пророкам, и мы увидим тайны, связанные с землями скифов, то, что непосредственно находилось между Украиной и Уральским хребтом и землями даже за Уральским хребтом. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». Андрей Кисарийский пишет, «Белый престол означает упокоение Божие, которое он устроил во святых, украшенных добродетелями, восседая на них, как на престоле. Бежало небо и земля. Это означает их уничижение и обновление на мучения, так как в них не найдется места для изменения. Если тварь подверглась тлению ради нас, то есть тварь в смысле мир природы, по свидетельству апостола, вместе с нами и освободится она от работы и стления в свободу, славы, чад божьих. Обновленная в лучшем виде, то есть природа, но не подвергаясь окончательному уничтожению, как об этом думали некоторые. Блаженный Ириней говорит, не истребляется и не уничтожается ни состав, ни существо твари, ибо верен истиной, устроившей ее, то есть небо и землю. Но приходит образ мира сего, то есть в чем было преступление, приходит, то есть уходит, ибо в этом обветшал человек, а потому по-божественному, о сём предведению, и образ сей был только на время. И действительно, в Писании сказано, будет такое всецелое обновление мира, природы, прежнее небо и земля убегает, будет новое небо, будет новая земля, будет новый Иерусалим, город, сходящий от Бога с неба. У пророка Исаии сказано, солнце будет светить в семь раз ярче, а луна будет светить, как солнце. То есть изменения произойдут не только на нравственно-религиозном, духовном смысле, но и на физически-космическом уровне, потому что сказано, что хромой будет скакать от радости, немой будет петь, глухой будет слышать, и любая болезнь, она убежит в сторону, когда всецелые обновления и источник, источник всего искаженного, человеческая греховность, будет повержена в гиену с дьяволом, зверем и лжепророком. И мир вернется к тому состоянию, когда, создав мир и человека в этом мире, Бог, введя Адама в этот мир, сказал, что все хорошо весьма. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. В Писании сказано, «Роса, отдай мертвецов, цветы, отдайте мертвецов». Если человеческое тело настолько разложилось, что какие-то частички остаются в росе или в ткани цветка, который только начал расти из земли, Бог силен воссоздать усопших, их тела. Если в море тело всецело разложилось, все равно какие-то частички, какие-то фрагменты, тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых. То есть мир природы возвращает тело, а ад возвращает души, заключенные в аде, и сама смерть отступает в сторону. И как у древнего пророка сказано, кость будет сближаться с костью, все это покроется жилами, плотью, кожей, волосами, и дух человеческий вернется в тело. В этой жизни существование тела поддерживает душа. В той жизни, о которой мы читаем, все будет наоборот. Ведь когда душа выходит из тела, тело умирает, все, оно разлагается в земле. Но душа, вышедшая из тела, не имеет полноты бытия. она находится или в преддверии страданий, или в преддверии блаженств, но нету полноты бытия. А когда тело воскреснет, и душа вернется, воскресшее тело, все происходит зеркально наоборот. Воскресшее тело сообщит душе полноту бытия. И в этом принцип справедливости, как отцы говорили, если грешил в теле и отвечать будет с телом. Если пережил обращение к Богу в этой земной телесной жизни, где только и можно пережить обращение к Богу, то и в славу и в радость войдет дух, душа и тела во всей своей целостности и целокупности, как апостол Павел в послании к фессалоникийцам призывает нас к пришествию Господа Иисуса Христа сохранять в чистоте и дух, и душу, и тело. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые в них были, и судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро Огненное. Огненное. Это смерть вторая. Вторая смерть – это когда услышат слова «идите проклятые в огонь вечный, уготовленный дьяволу и ангелам его». И кто не был записан в книге жизни, то есть в этой земной жизни, не стал христианином, тот был брошен в озеро Огненное. То есть мы можем примириться с Богом только в этой земной жизни. И точкой невозврата к Богу является сама наша физическая смерть. Потому что человек в смерти лишается, как писал Иустин Попович, блаженной инструмента исправления. А инструментом исправления является наше тело, которое мы можем подвергнуть посту, можем деятельно совершать добро с помощью своего тела, а лишенные этого инструмента душа ничего сама не может исправить. Только есть малая надежда, что по молитвам живых, которые ради усопшего будут творить дела милосердия, соединяя их с молитвой, что-то еще изменится. надежда. Но некоторые отцы говорили, что это очень призрачная надежда, потому что Ефрем Сирин пишет, здесь жизнь обретается или теряется. Здесь услышаны будут твои молитвы, утерты будут твои слезы, там вопль, плач скрежет зубов, никто не услышит во мраке ада. Причем Макарий Египетский описывает, что в аду те, которые будут находиться, они как-то будут там во мраке повернуты друг к другу спинами и не будут видеть друг друга. И каждому будет казаться, что он один находится в аду. И адский пламень, как я уже объяснял, он не является источником тепла и света, хотя по Андрею Кесарийскому это один огонь, огонь Божий, огненный язык и адский пламень. В аду этот огонь черен и он жгет хладом. И в оцепенение этого жжения мрака, думая, что он один, находится в этом месте, вечность будут проводить те, которые не воспользовались тем шансом, что эта земная жизнь, эти 50, 60, 70 лет и даются нам для того, чтобы мы определились бы или в добре, или во зле, но изберем добро, а не зло, Бога, а не дьявола, свет, а не мрак, чтобы не быть брошенными в озеро огненное и не быть изглаженными из книги жизни, куда нас записывают в день нашего крещения. Спасибо за сказать Продолжение следует...